Сегодня у нас в гостях исполнительница романцев и джаза, заслуженная артистка России Нина Шацкая. Здравствуйте, Нина. Здравствуй, Миша. Я ведущая программы «Все настоящие дети». Я мечтаю задать вам несколько вопросов, которые интересуют меня и моих друзей. С удовольствием на них отвечу. Взрослые – это когда? Ты знаешь, многие взрослые остаются детьми до самой старости. Взрослость – это когда человек начинает осознавать ответственность перед окружающими. Как забывать обиды? Не надо обижаться, чтобы нечего было забывать. Главное – победа или участие? Главное – участие. А знаешь, когда я это поняла? Я это поняла, когда в этом году, в минувшем сезоне, участвовала в проекте «Голос». До этого проекта я была уверена, что главное – это победа. И целую жизнь я жила и ошибалась. Я думала, что нельзя участвовать в конкурсах, если не победишь. И вот когда я повзрослела, я поняла, что главное – знать, чего ты хочешь. И если ты знаешь, чего ты хочешь, о чем ты мечтаешь, то надо идти и участвовать. Какую книгу позволите прочитать мне и моим сверстникам? Знаешь, есть очень много хороших книг у Джека Лондона. И они позволяют маленьким таким ребятам, как ты, много мечтать. Они дают стимул для того, чтобы у тебя у самого родились твои мечты. Потому что у Джека Лондона, у его героев, многие мечты сбываются. Вы общаетесь с друзьями детства? Я уехала из города, в котором я родилась и где я училась в школе. И мы с моими одноклассниками расстались. Мы общаемся в соцсетях и иногда перезваниваемся. Но я общаюсь со своими студенческими друзьями, с которыми училась в институте. Вы здесь занимались секции или кружки? Ты знаешь, у моего папы был большой оркестр джазовый. И для меня самой большой радостью было, когда папа мне позволял, если я хорошо училась и не получала двоек, то он мне позволял прийти на репетиции в его оркестр. И для меня это была самая большая радость. Ну, конечно, я занималась музыкой и ходила в танцевальный коллектив. Какие предметы были наиболее в школе? Ты знаешь, я не любила учиться, это плохо. Учиться надо любить, да. Но вот мне не повезло, меня не научили любить учиться. И я в школе много читала книг на уроках. Вообще это полезно много читать, но не в школе на уроках. Поэтому, наверное, можно сказать, что мой любимый предмет – это литература и биология. Потому что я очень любила животных и растения. Я тоже люблю животных. Я вообще всех люблю, без исключения. Это очень хорошо. Я только не люблю, когда из яиц разные птенчики вылупляются, а не совсем литература. Ты знаешь, что многие дети никогда не видели, как вылупляются из яиц птенчики. Так что тебе повезло. А я видел там, прямо он вот так вот вылупился. Голенький. И такой лысенький. Да. Как вас этого добавили в жизни? Ну, советы же очень много нам дают разных. Толковых. Не всегда толковых. Но я чем старше становилась, тем больше понимала, что все советы, которые мне давали моя мама с папой, как правило, были правильными. Так что все, что говорят мама с папой, надо очень внимательно слушать, прислушиваться к советам. Прошифруйтесь о настоящее детям. А как ты думаешь, что это значит? Я думаю, что ничего фальшивого детям нельзя давать. Даже петь фальшиво нельзя. Нет, петь фальшиво никому нельзя. А настоящее, это знаешь, то, что для тебя дорого, вот что дорого для тебя, для твоей мамы. Она обязательно самое ценное тебе отдаст. Вот это самое настоящее. Детям. Детям. Спасибо. Спасибо, Нина. Желаю тебе успеха. Спасибо.